МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но немаловажный вопрос, за кого же мы будем все-таки болеть и переживать следующей весной. Конечно, сейчас неизвестно, кто попадет в окончательный состав, но высокая вероятность того, что в некоторых видах спорта костяк сборной России будет состоять именно из красноярцев. Планомерная подготовка красноярских спортсменов к универсиаде началась два года назад. На сегодняшний день в расширенном списке студенческой сборной числится 63 спортсмена. На них заложено отдельное финансирование. В большей степени отбор в национальную команду будет осуществляться по результатам, показанными атлетами в этом сезоне. В каждом виде спорта сборная будет формироваться осенью окончательно. Сегодня мы понимаем, что у нас из этих 60 человек больше половины находятся в сборных командах страны разных возрастов. Кто-то в юношеской, в юниорской, кто-то уже во взрослой. Но не надо забывать, что у нас и возрастной ценз участников универсиады сейчас уменьшат до 25 лет. Наши спортсмены будут в сборной страны. И мы все постараемся сделать, чтобы их было как можно больше. На универсиаде будут разыграны медали в 11 видах спорта. За подготовку половины красноярских спортсменов в нашем регионе отвечает Академия зимних видов спорта. Уже сейчас сложности при формировании состава вызывает накладка сроков проведения универсиады с чемпионатами мира по некоторым видам спорта. Конечно, чемпионат мира рангом выше универсиады. Но универсиада проходит в России и, конечно, все попытаются красноярских сильнейших спортсменов сборной команды страны, топ-спортсменов, оставить в России, чтобы они защищали честь Красноярского края, честь страны. Лидером общекомандного медального зачета последних универсиад неизменно становилась сборная России. Причина проста. Пока другие страны на студенческие игры отправляют молодежь, не имеющую большого международного опыта, наша страна выставляет сильнейших подходящих по возрастному критерию. По словам Константина Пнёва, подобная практика не самая лучшая на Красноярской универсиаде. Будет немного иначе. Мы выставим красноярских сильнейших спортсменов России. Но мы, конечно, в России будем выставлять не слабейший состав. Но выступать будем слабейшим составом, но это тоже плохой тон. Конечно, особые надежды связывают с 17-летним сноубордистом Дмитрием Логиновым, ставшим в этом году вторым в общем зачете Кубка мира. Неплохо о себе заявил горнолыжник Алексей Овчинников. Чемпионат России по горнолыжному спорту позволил не только протестировать объект универсиады, но и проверить тех, кто с большей долей вероятности выступит здесь через год. Мы надеемся, что мы все-таки выставим от Красноярска, ну, наверное, надеюсь, человек шесть, но это все равно будет решать Федерация Всероссийская. Максимальное количество постараемся выставить. Универсиада для нас, конечно же, на данном периоде это основной старт, к которому мы будем готовиться. Уже сейчас известно, что хоккейный «Сокол» станет базовым клубом студенческой сборной России. Поэтому критерию с высокой долей вероятности именно наставник клуба станет главным тренером студенческой сборной России. Да, конечно, посещали мысли такие. Хочется, конечно, сыграть там в своем родном городе, чтобы пришли, поддержали родственники, родные, близкие, друзья. И сыграть это большой опыт будет для меня. Я сделаю все, чтобы туда попасть. Немалый интерес публики будет прикованный к хоккею с мячом. Молодежный состав «Енисея» второй год подряд становится лучшим в России. На кого, как не на этих ребят, делать упор при формировании сборной России. Есть очень хорошие, одаренные у нас команды. Есть действительно хорошие игроки в других клубах, которые, в принципе, можно создать очень хорошую сборную на универсиаде. Как раз год может и показать, что люди еще выросли. Так что, конечно, на базе «Енисея» можно создать и костяк. И то, что универсиада пройдет в Красноярске, я думаю, это будет принять очень здорово. То, что универсиада пройдет в Красноярске, это не гарантирует местным воспитанникам попадание в сборную на льготных условиях. За свое место придется биться. Сборная страны будет формироваться по признаку абсолютно нейтральному. И то, что воспитанник или спортсмен представляет Красноярский край, это не означает, что он автоматически попадает в сборную. При прочих равных они будут соревноваться именно по спортивному признаку. И если они на это время будут конкурентно способны и достойны, и будут занимать первые и вторые номера, то, конечно, они будут в сборной. В эту субботу рыбийные клубы «Енисея СТМ» и «Краснояр» проведут ответный полуфинальный матч континентального чита. Игра пройдет в Красноярске на стадионе Левобережной команды. Напомним, что первая встреча команд завершилась с 25-очковым перевесом тяжелой машины. Комментарии руководителей клубов Сергея Чупрова и Александра Первухина прямо сейчас. Насколько закономерен итог первого матча? Игра есть игра. Здесь кого-то трудно винить. Желание у ребят нашей команды было, было желание играть. К сожалению, ошибки, судейские ошибки, в частности, в самом начале матча, и мы получили сразу более 15 очков. Было тяжело догонять, кинулись догонять, еще раз ошиблись. Тот, кто смотрел матч, я думаю, что, наверное, вопросов нет. Проиграл тот, кто больше ошибался. И в данном случае «Краснояр» и по потерям в два раза с лишним, больше, чем «Инисей». То есть «Инисей» сыграл надежно, «Инисей» выиграл 90% своей статики, он имел мяч. Реально отыграть 25 очков? Если проиграешь 25 очков, то я должен их отыгрывать. Реально все. Если вы видите, как такие клубы, как «Барселона» в футболе, теряют преимущество в три мяча просто, то это, в принципе, вот вам три попытки. Три попытки. Равный соперник «Краснояр» – это соперник, который на самом деле всегда стоит рядом. Ну, здесь такая, «Яр» вряд ли выиграет с таким перевесом 25, но «Инисей» может проиграть. Непопадание в Еврокубки – это провал? Это еще будет один год, это надо пройти опять через сито континентального счета, чтобы попасть опять в Кубок Европы. Да, это провально, но этот как бы остановился на месте, шаг вперед не делаешь. Это провал для любой команды. К сожалению, для «Красноярского регби» вся эта ситуация и вокруг России, и то, что при всех комплиментах, но ездить в Сибирь они не очень хотят, все эти наши ребята. Все-таки спортивный принцип однозначно нарушен, который соблюдался годами до российских команд. А вдруг вот в этом году решили участников групп столкнуть, а квалификации дать отдельный шанс. Когда нас сталкивают лбами на этой стадии, то это конечно, ну, все-таки относительно неуважения, прежде всего, к российскому регби. И это неправильно. Каким будет ответный матч? Очень напряженный матч будет, но и очень результативный. Это однозначно, потому что «Краснояру» нужно отыгрывать 25 очков. Чтобы их отыгрывать, нужно набирать очки. Естественно, я думаю, инисей в стороне не остановится. Мы нисколько не умоляем, не уменьшаем их мощь, инисея. Мы постараемся сделать все, чтобы пройти в следующий этап. В любом состоянии, в любом раскладе, в любом турнире игра «Енисея-Краснояр» – это картинка. Причем это уже сегодня и в европейском турнире, это уже событие. И такая афиша очень хорошего матча. Поэтому точно нашим болельщикам это будет интересно. В этом матче, помимо путевки в финал континентального счета и попадания в групповой этап Евро-челленджа, мы также узнаем обладателя Кубка Николаева. Трофей разыгрывается в первом домашнем дерби сезона. Ну и сейчас, друзья, от серьезных тем переходим к развлекательному формату. В Красноярске завершился 11-й по счету «Зимний горнолыжник». Шуточно костюмиром на шоу ознаменовывает окончание горнолыжного сезона. Правила соревнований неизменны. Необычный образ, спуск по склону. Повезет, проскочишь 25-метровую лужу. Но с этим исправляются единицы. Отличился – получаешь призы. Все очень просто. А это, собственно, бассейн, куда сегодня будут нырять участники. Не знаю, через камеру это видно или не видно, но бассейн покрыт ледяной корочкой. С грустным будут приземляться. Ощущение – все-таки в этом году немножко поменьше народу. Но до старта еще довольно много времени, может быть, подойдут. Мне ваше лицо знакомо. Вы в том году были… Еленой Малышевой. Еленой Малышевой, да, я вспомнил вас. Все-таки что-то не то приняли. Я такой, что, ну почему, травку в этот немного попил, и что-то наросло лишнего. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие, а? Это самураи, да? Нет. И ангел, да? Нет, нет. В Валькирия? В Валькирия? А-а-а. Их ты. Скажи, пожалуйста, ты сегодня будешь с горы спускаться? Сегодня прекрасный день. Нет. Я тебе вопрос задаю. Ты с горы будешь спускаться? Да. Как говорится. Да. Я бы с вами кто-то, посмотрите на кран, это все. Хорошо, ладно, окей, окей. Хорошо. Это я буду 62-й стартовать, да? Я знаю, вы сегодня будете судить. Да. Вот замечательный жюри. Видите? Вы уже не первый раз? Конечно. Весь проект. Владимир Иванович, тебе 11 лет, я 10. Владимир Иванович, тогда могли бы объяснить, в прошлом году я участвовал на маленьких лыжах, почему я не взял ни одного приза? Ну, сложно вспомнить, там было за 70 участников. Я так думаю, что здесь нужно из года в год набирать мастерство, нужно было использовать обязательно 11-й горнолыжник, чтобы попасть в призеры. Скоры в шуре очень жаркие, очень жаркие. Мы с ним надо, каждый вот балл, балл отстрениваем. Отслеживаем каждый момент, делаем пометки, и, конечно, ни один криватив мимо нас не проскочит. Я обязательно вам сегодня облегчу задачу, потому что я сам выступлю, и шансов не будет у кого. Спасибо. Желаю успехов. Спасибо. Как хорошо дружить с судьями-то, а? Скажите, пожалуйста, вы именно тот, кто снимался в фильме, да? Так точно. Хватит. Это я. Вы по-русски, значит, говорите, да? Да, я научился. А скажите, а зубы у вас тоже настоящие, да? Ну, вставные, честно. Вставные, да? Все-таки везде обман, да? Нет, не везде. А глаза у вас натуральные, от природы такие? Прям реально страшно, ну. Я устаю, вы меня как-то гипнотизируете, у меня немножко страшно становится. Я вам откушу сейчас руку. Не надо, пожалуйста. А это что такое? Это материал? Ну, ну да. Леншин технический. А после ничего не будет чесаться? Не-не-не, не будет. Все нормально. Все нормально будет, да? А Костя откуда? Они настоящие, да? Они настоящие. Все-таки вырали пару могилок, да? О, это, кены, ДНК. Куда ты туда денешься? Ну что, 11-й по счету зимний горнолужник можно считать открытым. Первым по традиции лужу постарается преодолеть символ бобрового лога – бобер. Попытка неудачная, но он был не одинок. Такая же участь ждала большинство участников. Вы видите, какие замысловатые костюмы. Они становятся год от года прекраснее. Я думаю, что каждый участник еще пытался с утра доделать, внести последние штрихи в свои наряды, в образы и представить перед нами. Потому что большая часть – это, вы видите, куча майкапа, куча красок и шикарные совершенно маски и образы. Посмотрим, кто победит. Знаете, друзья, вот лично у меня, к сожалению, не было ни времени, ни желания подготовить какой-то сверхфееричный костюм. Пользуюсь тем, что висит в шкафу. Например, в этом. Я в 2005 году защищал диплом по специальности техник-технолог деревообработки. Собственно, вот так я стоял перед коллегией жюри. Ничего не изменилось. В этом году он уже немножко получился. Вроде готов. Если честно, ход прошел. Вроде опыт есть в выступлении. Прям страшно, реально. Смотрю на этот склон. И прям... Ну, надо идти. Надо. 62 здесь! Здрасте, друзья! Ой, друзья! Можно, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это мой последний горнолужник. Все, хватит. Спасибо большое. Мне холодно, реально холодно. Надо одеваться. Все. Пока, друзья. Надеюсь, было интересно. Мне точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сотни людей смеялись вслед. Было мокро, холодно, но все же стоило это вытерпеть. Любите спорт. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий самый эффектный спуск, не менее эффектная, реальная жизнь. Антон Соркин. Да ладно, друзья, все серьезно, что ли? Я вижу тебя. Давай, Антон, иди к нам. Подайте аплодисменты, друзья. Давайте по крайней аплодисментам победителям в номинации самый эффектный спуск. А вот и вот. А можно я вам дам камеру? Снимайте, пожалуйста. Спасибо. Призы от СК-чемпион и Диана Скотт получают наши чемпионы. Спасибо, Алексей Юрьевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова